Начинаем! Давайте посмотрим наше пособие. Третья глава. Все еще там. И мы поговорим из Галатам, третья глава. Мы поговорим о наследниках. И когда наследник еще ребенок, они как слуга. Но мы должны возрастать и не быть просто как дети. И на 25-й страничке в ваших пособиях мы хотим, чтобы вы это помнили. Когда Иисус приходил, Он все свое приносил с собой. И когда вы приняли решение сделать Иисуса Господом в своей жизни, что мы еще знаем как спасение, когда вы приняли спасение, вы в ту же минуту были изменены. И та перемена, которая произошла в вас, она произошла именно в вашем Духе. И вы изменили ход вашей вечной жизни просто когда вы приняли решение сделать Иисуса Господом. И это решение, эта вера в Него она изменила вашу вечную судьбу. И в то время, когда вы были рождены свыше, то в вашей сфере вечности, которую мы знаем как ваш Дух, это было изменено и это стало новым творением. Потому что оно приняло жизнь посредством Божьего Духа. И старый вы, ваш бедхий человек, уже его нету. Ну, и вы можете задать вопрос, ну, почему же я тогда еще иногда действую как мой ветхий человек? Потому что ваш Дух, он был изменен, но ваш разум еще не обновился. А ваш разум — это тот, кто говорит вашему телу, что ему делать. И все, что находится в этом новом вашем человеке, это было создано, и оно исходило от Бога Самого. И это похоже на самого Иисуса. И этот новый «вы» имеет право чтобы приходил ответ на каждую вашу молитву. Если вы пребываете в Нем, и если Его Слово пребывает в вас, то вы попросите, что вы пожелаете, чего не пожелаете, будет вам. Это любая молитва, которая может быть отвечена. Это ваше право, это ваше наследие. Вы должны ожидать этого. Вы должны ожидать, что придет ответ. Вы не ожидаете, что ответа не будет. И теперь вы есть Дух. У вас есть Душа, и вы живете в теле. Когда вы были рождены свыше, то ваш Дух был изменен. То есть Он ожил в то время. И ваше влияние на вашу Душу не было таким большим. Ваша Душа — это ваш интеллект, ваши эмоции, ваша воля. Но это не было полностью преобразовано. Это там до какой-то степени ваш разум изменился. Но все еще есть очень много работы, которую нужно сделать вот в этой области. Римлянам 12 глава говорит нам, второй стих, чтобы мы не сообразовались с этим миром, но чтобы вы преобразовались обновлением ума вашего, чтобы вы могли доказать волю Божью, совершенную для вашей жизни. Итак, есть несколько характеристик, которые имеет Сын Божий. И в некоторой степени все эти характеристики, они присутствуют в вас, если вы рождены свыше. Они могут быть некоторые в большей степени, некоторые в меньшей степени проявлены. И это только от вас зависит, как вы культивируете это в себе. Но вы их имеете, даже если это в размере зернышка. Первая. Первая характеристика это любовь. Первая и самая главная. В Новом Совете вы найдете так много всего о любви. И в Первой Коринфянам посвящена целая глава любви. И та глава, которая описывает в деталях любовь в Первом Коринфянам, дает вам понимание характеристик любви. Эти характеристики это характеристики самого Бога, потому что Он есть любовь. Поэтому, если там говорится, любовь это... то это говорится о Боге. А вы Его сыны. Поэтому вы имеете те же характеристики. Поэтому мы должны помнить, мы имеем ДНК Бога в нас. Поэтому это зависит от нас, чтобы жить по этому ДНК. Поэтому, наверное, вы слышите более в церквях проповедуются о любви, чем о чем-либо другом. Итак, мы не будем очень много уделять времени этому вопросу, но вы должны понимать, что любовь, она не такая однобокая, а любовь, она нежная, она сострадательна, она мягкая, она мирная, она имеет радость, это все дары Духа. Но мы также должны помнить, Иисус был любовью, которая проявилась во плоти. И тем не менее, были времена, когда Он делал что-либо, то, что другие люди не воспринимали как действия любви. Но Он не мог не мог делать ничего, не мог делать ничего, то, что не исходило из любви. Вы должны помнить, Он сказал, чтобы мы любили Бога всем своим сердцем, разумом, помышлением и силой. и своего ближнего как самого себя. Это означает, что в первую очередь мы должны любить Бога. Первое и самое главное. Даже более того, как вы любите своего ближнего. Там сказано, чтобы мы любили Бога всем. Сердцем, разумом, своей силой. говорит, любите себя и любите своего ближнего. Если вы не любите себя, вы не можете любить своего ближнего. Потому что, если вы любите себя, то вы тогда можете любить своего ближнего так, как вы любите себя. И для многих людей вот этот смысл любви заключается в том, и это неправильно, они думают, что они должны любить своего ближнего даже больше, чем они любят Бога. Но если вы любите Бога сначала, а потом ближнего своего, тогда вы будете делать то, что сказал Бог, и вы будете достаточно любить своего ближнего для того, чтобы сказать ему то, что сказал вам Бог. И вы не можете любить своего ближнего больше, чем вы любите Бога. Если вы делаете так, если вы любите своего ближнего больше, чем вы любите Бога, то вы будете относиться к ним так, как будто все, что они делают, как бы они ни жили, это все нормально. Вы не будете предупреждать их об их грехе. Вы будете говорить, что все в порядке со всеми. Но вы должны помнить, что не так все в порядке с каждым человеком. И было две семьи на этой земле. Это семья Божья и семья дьявола. И пока ты не стал верующим в Иисуса Христа, пока ты не сделал Его Господом своей жизни, ты находишься в семье и являешься дитям дьявола. Это так просто. И если вы находитесь в этой семье, то все равно у вас есть этот ДНК. И это означает, что вы так же ведете себя, как дьявол. И в Иоанна это очень ясно сказано. Тот, кто согрешает, он от дьявола. Это очень просто. А тот, кто поступает по праведности, он праведен. Поэтому вы можете очень быстро определить, из какой вы семьи. И вы очень быстро можете определить, из какой-то кто-то другой семьи. И просто смотря на то, как они живут. И теперь, если вы просто говорите, что они, наверное, от дьявола, это не означает, что вы относитесь к этим людям плохо. Иисус не сказал, любите своих ближних, христиан, так, как вы любите себя. Он сказал, своего ближнего, ближний означает, что это может быть и христианин, но это также может быть дитя дьявола. Но, тем не менее, вы все равно должны одинаково любить и того, и другого. И вы должны достаточно любить их для того, чтобы говорить им правду. Вы должны достаточно любить их для того, чтобы показать им путь. Вы должны быть способными говорить истину в любви. Итак, И эта идея любви, которую церковь распространяла очень долгое время, она не оставила места для того, чтобы обличать кого-то, наставлять кого-то. Библия говорит, что, кого Бог любит, того и наказывает. И это не означает, что Он делает вас больными. Но это означает, что Он исправляет вас. Он дисциплинирует вас. И Он говорит в Слове, что Его трость, то есть Его посох, они успокаивают меня. Жезл и посох, они успокаивают. То есть, каким образом Он вас исправляет? Через Его Слово. И Его Слово есть истина. Так говорится в Иоанна 17, 17. И вы должны понимать, что Бог исправляет вас через Своё Слово. И так, как сказал пастырь, вы не можете видеть Бога сверх того, что написано в Его Слове. Это Слово, оно и есть то, что Бог говорит к вам. И как мы всегда говорим, когда вы читаете это, то вы должны носить его на себе, как одежду. И если это Слово, оно подходит для вашей ситуации, если оно исправляет что-то, послушайте, прислушайтесь, подчинитесь Ему, изменитесь. И это возможно для вас измениться. И обратите внимание, что вы имеете разум Христов. А это означает, что вы имеете любовь к Божью. Библия говорит очень ясно, что любовь Божья она излилась в наши сердца Духом Святым. И она есть там. И многие люди спрашивали меня, помолись о меня, помолись, чтобы я начал любить людей. Ты можешь помолиться, чтобы у меня было сердце для погибших людей, погибающих. И я говорю им, уже факт того, что вы это спрашиваете, просите меня об этом, доказывает то, что вы уже это имеете. Потому что если бы этого у вас не было, вы бы не думали об этом, либо не желали бы этого. Поэтому теперь вопрос не заключается в том, для вас, чтобы принять это. Но вы должны начать практиковать, чтобы отдавать эту любовь. И я сказал кому-то в другой еще день, если кто-то для вас является проблемой, может, вы пытаетесь простить его, но вы не можете. Каждый раз, когда вы слышите его имя, это что-то там в вас вот так настораживается внутри вас. И у меня есть идеальное решение этой проблемы для вас. Вот что вам нужно делать. Купите им подарок. Дорогой подарок. Что ты имеешь в виду? Вообще, человеку, которому мне не нравится, он? Да. Купите им подарок. Подарите ему. И потом вы почувствуете, потом проверьте свое сердце, как вы относитесь к этому человеку. И, возможно, вы сможете его полюбить. Если нет, еще один подарок купите. Дорогой подарок. А зачем вообще мне это делать? Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вы не можете покупать кому-то слишком долго подарки, правда? Чтобы ваше сердце уже не обратилось к нему, к этому человеку. Когда эта неприязнь она начнет вам стоить больше денег, то вы найдете способ, как простить этого человека. Вы можете сказать, «О, это очень слишком дорого мне стоит уже». Мое непрощение слишком дорого стоит. Поэтому вы найдете способ, как их простить. Аминь? Некоторые люди говорят, «Я уже пытался простить 24 года подряд». Уже обанкротился весь. Не позвольте, чтобы это так долго продолжалось. Вы можете сеять в то поле, с которым вы потом просто полюбите его. Это просто очень хороший способ, как избавиться от непрощения. И давайте перейдем в нашем пособии на страничку 28. Вы должны помнить, что вы имеете ум Христов, но этот ум Христов находится в вашем Духе. Он должен перейти из вашего Духа в ваш разум. И это называется обновлением ума. И вы можете задать вопрос, «Как же это делать?» Вы стойте на Слове Божьем. Получите это в свой разум. И читайте это в контексте. Вы начинаете это делать. Вы практикуете это. И это начнет передавать ум Христов из вашего Духа в ваш разум. Итак, и теперь мы видим в 1 Коринфянам 2,16 говорится, что мы имеем ум Христов. Это факт. Я слышал, как люди говорят, и что у меня есть, я знаю ум, то есть в уме у меня есть какое-то знание, и потом это становится знанием сердца. Это неправильно. У вас нету такого знания в вашей голове, которое нужно, чтобы стало сердечным, знанием вашего сердца. Если бы это было правильно, то Библия бы сказала, что Бог, Он воссоздал, либо по-новому сотворил наш разум, но теперь вам нужно возобновить ваш Дух. Но там так не сказано. Ваш Дух был воссоздан, и теперь этот по-новому сотворенный Дух, он должен влиять на ваш разум. Поэтому у вас уже есть знание в вашем сердце, которое должно стать знанием в вашей голове, чтобы ваш разум был обновлен, для того, чтобы вы могли сопоставить себя с Духом. И помните о том, что вы и есть Дух, вы есть Дух, вы есть Дух, у вас есть Душа, и вы живете в теле. И в самом начале ваш Дух, он был воссоздан, сотворен Богом. Теперь ваш Дух борется против вашей души и вашего тела. И чем более вы обновляете ваш Ум, тем более ваш Дух, он сопоставляется с вашим Духом. И тогда ваш Дух и Душа уже сражаются против тела. И тогда ваше тело очень легко будет переучить. И тогда ваше тело начнет делать то, что правильно. И это естественный способ, как это работает. Но вы должны помнить, что одно из способов, как мы преобразовываем наш ум, это быстренько заставить ваше тело сделать то, чему вы научились. Поэтому, если вы изучаете тему исцеления, вы не можете просто услышать это, и вы не можете просто слушать об этом. Но вы должны задействовать свое тело, или же это навсегда останется доктриной, и не станет частью вас. Но как только вы задействуете свое тело, это поможет вашему Духу привлечь сюда ваш разум, и так, таким образом, ваш разум будет обновлен намного быстрее. И помните, что ваш разум обновляется до той степени, когда Слово Божье уже диктует вам, как вы живете свою каждодневную жизнь. Это не то, как вы ведете себя в церкви, но в вашей повседневной жизни. И вы тогда знаете, до какой степени обновлен ваш разум. И вы можете сказать, насколько он контролирует вас в том, что вы делаете. И несколько лет назад я путешествовал, и меня посолили в отель, это было уже поздно вечером, ночью, и на улице было очень туманно. Я был на побережье, и я захотел посмотреть, какой будет погода. И я очень часто путешествую и беру с собой много книг. И я зашел в свою комнату в отель, включил телевизор. Это было где-то несколько лет назад. Это был очень дешевый отель. Если я за него плачу, то это всегда дешево. Мне же там всего поспать одну ночь, и все. И я никогда не заказываю дорогих отелей. И я зашел в этот отель, в комнату, и включил телевизор. И сейчас я вам дам, чтобы вы могли себе представить, насколько был дешевым этот отель. Когда я включил этот телевизор, то у меня было время для того, чтобы пойти выключить свою машину, разгрузить свою машину, перед тем, как этот телевизор включился. Нагрелся, да. Итак, я разгружал свою машину. Я привез с собой книги. И когда я вошел, телевизор включился. И когда ты включаешь телевизор, то ты никогда не знаешь, что может сейчас включиться, будет перед твоими глазами. Но в этом случае там там был как бы комната суда. И там была женщина, которая стояла со стороны свидетелей. И когда я вот зашел, я поставил эту тачку с книгами. И эта женщина, она плакала. Я повернулся. И первое, что я сделал, это я протестер свою руку к ней. Я сказал, Господь, благослови ее. И я потом понял, что это на самом деле был фильм. Я быстренько забрал свою руку. И я немножко смутился по этому поводу. Хотя я там был, ну, кроме меня там никого не было. Но Бог проговорил ко мне. Он сказал, ну, не стыдись этого. Это означает, что у тебя обновленный ум. Потому что твой первый инстинкт сработал, то есть ты захотел сразу же помочь этому человеку. Я сказал, аминь. И эта плохая ситуация как бы произвела в хорошую, произросла в хорошую. И я больше не чувствовала себя таким глупым. И до той степени, когда Слово Божье уже диктует вам то, как вы ведете себя, то именно до такой степени обновлен ваш разум. И вы должны научить свое тело правильно реагировать на вещи. Филиппийцам, вторая глава, пятый стих. Сказано, ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И в английском переводе там сказано именно, что пусть ум Божий будет в вас, пусть будет в вас ум Божий, такой же, как во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал к хищениям быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком. И по виду став как человек, смирил себя и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, если вы хотите жить с разумом Христа, тогда вы должны думать так, как Он бы думал. Мы должны понимать Его позицию, то, как Он бы думал в этой ситуации. И это это и есть любовь. Иногда моя жена спрашивает меня, как я вообще делаю то, что я делаю. Как я постоянно имею отношения с людьми. Иногда люди могут быть очень грубы. Они определенным способом ведут себя. И она говорит, как ты вообще со всем этим справляешься? И я говорю ей, я просто отношусь к ним так, как я хотел бы, чтобы они поступали со мной. Бог полюбил меня, когда еще трудно было меня полюбить. И самое меньшее, что я могу сделать, это полюбить людей, когда их сложно любить. И это не означает, что мне постоянно нужно быть с этими людьми, но вы можете все равно любить их. Вы просто должны думать о них, как думает о них Христос. И просто сказать, Христос, прости их. Они не знают, что они делают. Они просто как младенцы. Они не знают, как поступать. и просто любите их. Когда вы это делаете, то любовь Божья начинает расти в вас. Вы должны помнить, что любовь это не чувство. Любовь это сила, это духовная сила в области Духа, которая является самой сильной. И любовь это не чувство. Это может производить какие-то чувства, но сама по себе любовь это не чувство. И вы не можете сказать, определить, любовь это или нет, основываясь на чувствах. Любовь это акт вашей воли. Это ваше решение, чтобы повиноваться Слову Божьему. Это решение, чтобы поступать с другими так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами. И я уже упоминал это местописание Римлянам 5.5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом, Духом Святым, данным нам. И есть разные слова, которые характеризуют слово «любовь». И одно из этих слов, которые мы знаем, это «агапе». И это буквально означает «любовь, которая не ожидает ничего взамен». И одно из переводов, как перевели это, вот следующее. она самопожертвована. То есть, она делает что-то для кого-то, даже если это будет в ущерб ему самому. Вы все равно это делаете. Даже если это неудобно для вас, вы все равно это делаете. Теперь, и то, как переводится слово «любовь» в этом стихе, это любовь, которая это любовь, которая переводится как благотворительность. И это означает, когда вы даете без того, без намерения того, чтобы этот человек вернул вам обратно. И как мы раньше говорили в первом Коринфянам тринадцатого там есть список того, что представляет из себя любовь. И это любовь, которая делает что-то правильное из-за того, что это есть правильным. И это такая любовь, которая есть в вашем сердце. мы должны помнить, что мы должны имитировать, подражать Богу, подражать Богу. Подумайте об этом. И там сказано, это греческое слово, которое означает монетис. Это в английском языке то есть в английском языке в переводе это означает делать то же самое. Имитировать, подражать. То есть это означает, что вы ведете себя так же, как кто-то другой. Вы повторяете за ним. Точно так же, как переводчик делает. Вы знаете, что я когда стою здесь, она стоит здесь. Если я стою сюда, она становится тоже здесь. Если я поднимаю свою руку, она также поднимает свою руку. Почему? Потому что она хороший переводчик. Аминь. И она не просто стоит там и говорит, но она имитирует меня, то есть она делает то же самое, что я. И теперь обрати внимание, что нам сказано, чтобы мы подражали Богу. Делали так, как Бог. Повторяли за Богом. Как дети. И то, как ребенок имитирует или подражает своему отцу. И это то, что расстраивает или злит религиозных людей. Но это то, что радует отца. Поэтому мы должны поступать так. И люди говорят, мы просто ведем себя, как твой Бог. Ну, спасибо. Наверное, я очень хорошо справляюсь с задачей имитирования Бога. Пока я еще знаю, что я не Он, то есть не Бог, то все в порядке с этим. Аминь. Подумайте об этом. Что неправильного в том, чтобы все делать, как делает это Бог? Бог есть любовь. И все, что вы делаете, это просто делаете это из любви. Поэтому это прекрасно подражать Богу. Пока вы, до тех пор, пока вы не начинаете думать, что вы есть Бог. Аминь. Поэтому подражайте Богу. И как же вы подражаете Богу? Вы делаете то, что делал Иисус. И Он сказал, я делаю то, что я вижу моего Отца делающего. Я просто имитирую моего Отца. Вы видите, что Он говорит? Я просто делаю то, что Он делает. Он сказал, действуйте так, как Бог делает. Иисус сказал, что это не я делаю эту работу, но Бог делает эту работу. Поэтому, если вы будете подражать Богу, вы тогда сможете делать те дела, которые делал Он, потому что это Бог делает работу. И вы не можете делать какие-либо дела, и все, что вы можете делать, это то, что согласно Слову Его. Если вы делаете это согласно Слову, то вы будете действовать как Бог, когда и Он будет делать эту работу. Это разве это не просто? Это очень просто. Это то, как жил Иисус. Он просто ходил по земле, и Он делал дела, которые делает Бог. И это потому люди говорят, «О, Иисус исцелял больных просто из-за того, что Он был Богом». Нет, это не так. Если бы это было правдой, то тогда бы те двенадцать тоже должны были бы быть Богами, потому что они исцеляли больных. Из семьдесят других учеников они также исцеляли больных, потому что они тоже могли бы представить, что они Боги. Но, конечно же, нет. Они просто действовали как Бог. И когда вы действуете как Бог, Бог делает работу через вас. И как же я могу действовать как Бог? Вы должны смотреть на Иисуса. Иисус сказал, и когда Филип спросил Иисуса, «Покажи нам Отца». «Показать вам Отца?» «Если вы видели меня, вы видели Отца». Почему? Потому что я делаю то, что вижу Отца творящим. Если вы видели меня, то вы видели и Отца. Он ходил и делал добро, и просто Он вел себя как Бог. Когда Он возлагал Свои руки на больных, И Он делал это таким образом, как делал бы это Бог, если бы Бог был здесь во плоти. И угадайте что? Бог был там во плоти. Аминь? И Бог живет в вас. И опять же таки, Он здесь во плоти. И все, что нам нужно делать, это просто подражать Ему. Если вы действуете как Он, то Он будет делать свою работу. Это Отец, который во мне, Он делает эту работу. Разве это не просто? Как же мы могли это упустить? Потому что это так просто. Просто быть детьми. Просто подражать Своему Небесному Отцу. И если вы не знаете, как Он выглядит, то просто смотрите на Иисуса. Потому что Иисус позволял, чтобы Бог жил через Него. И мы также можем это делать. Мы также можем достигать таких результатов. Почему? Потому что такой, как Он, и мы такие. То, что делал Он, мы можем делать. И даже больше. Почему? Потому что Он пошел к Отцу. И это очень просто. Просто быть отцом, быть сыном. Просто жить жизнь. Просто ходить и делать добро. И исцелять всех, кто поражен или дьяволом. Потому что Бог есть с вами. Аминь. Позвольте вас спросить. Иисус был Богом воплоти. Правильно? И как они Его называли? Это очень простой ответ. Как они Его называли? Эммануил. Что это означает? Бог с нами. И почему Иисус ходил и делал добрые дела, и Он освобождал всех, одержимых дьяволом? Это говорится в Деяниях 38, о том, как Бог, Иисус Христос из Назарета, который ходил и делал добрые дела, исцеляя всех, кто был одержим дьяволом, потому что Бог был с Ним. Мы можем так еще это сказать. Как Бог помазал Иисуса из Назарета, Духом Святым и силой, и Он ходил и делал добрые дела, и даже все те люди, которые были одержимы дьяволом, через Эммануила. Аминь. Потому что они были свободны через Эммануила, потому что Бог был с Ним. Правильно? Бог был с Ним. Почему Он всех их исцелял? Потому что Бог был с Ним. Не из-за того, что Он был Христос, но из-за того, что Он имел Дух Святой. И Бог был с Ним. И я хочу спросить вас. Бог есть с вами? И это потому Иисус, Он есть в вас. И если Иисус исцелял, не имеете ли вы такого же Бога? Разве Бог когда-нибудь болеет? Ослабевает ли Он когда-либо? Вас внутри? Нет, Он всегда тот же. Он Господь. Он никогда не меняется. Да, правильно? Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он тот же Бог. Тот же Дух. Тот же Сила. Тот же результат. И все, что вам нужно сделать, это просто принять решение поверить. И начать действовать, как будто это истина. И когда вы так делаете, то глаза Божьи, они обозревают всю землю, ища людей, через которых Он может проявить себя в силе. Разве это не просто? Вам просто нужно принять решение поверить в это. И потом просто начинать это делать. И Он сказал, подражайте. Он не сказал, будьте Богами. Он сказал, подражайте Богу. Действуйте, делайте, как Бог. Говорите, как Бог. Правильно? Он не сказал, будьте Богами. Он сказал, делайте, говорите, как Он. «Как же я делаю это?» Мы возвращаемся в Евангелие. Мы смотрим на наш единственный пример. Это Иисус. Он ходил как Бог. Он говорил как Бог. И, пожалуйста, поймите это. Он был сыном, и он был сыном, и поэтому ему не нужно было просить разрешения сделать то, что он делал. Он знал волю Отца, и он просто шел и делал это. Подумайте об этом. Если вы знаете волю Отца, вы можете идти и начинать это делать. Потому что, если Он дает вам власть во Христе, потому что то, что имеет Он, то имейте и вы. Аминь. И такой, как Он, мы также подобны Ему. В этом мире мы Его сонаследники. Сонаследники. Это означает, что что есть у Него, есть и у нас. Он имеет власть. Так же и мы. Мы имеем Его власть. Аминь. И вы знаете, что вообще означает власть? И определение слова власть просто означает вот что. Это право говорить. Не удивительно ли это? Право говорить. Это то, что просто, это буквальное значение этого слова. И также есть расширенное определение, также означает, что это право на действие. Также означает, право действовать вместо какого-то другого человека. Иисус Иисусу была дана вся власть. Ему было дано право действовать вместо своего Отца. Мы имеем Его власть. Мы должны действовать вместо Иисуса, который действовал вместо Бога. И Ему дана вся власть на земле и на небе была дана Ему. И поэтому вы сегодня. Сейчас две части мы рассмотрим очень быстро. Подумайте об этом. некоторые люди говорят, ну, Иисус, да, это Иисус, Он имеет власть, но мы не имеем власти. Но Иисус сказал, вся власть, которая была дана Мне, на небе и на земле, вы имеете Ее. Потому что Я имею власть, вы можете идти. И если бы Его власть не была передана нам, тогда это заявление не имеет смысла. Это все равно, что если бы я сказал, мы идем на войну, выступаем на войну против этого врага. И я имею все оружие с собой, все оружие, ружье, все, все, что там нужно для войны. Все у меня есть. Теперь, я хочу, чтобы вы пошли, я сохраню при себе все оружие, но я хочу, чтобы вы пошли, сражались. Но не переживайте, у меня все оружие есть. Это подобно тому, как сказать, что Иисус имеет всю власть, а у нас власти нет. Это не имеет никакого смысла. То, что Он говорил, это очень просто. Мне дана всякая власть, теперь вы берите Мою власть, используйте Мое имя, то, что также представляет Мою власть, и вы идите по всему миру, и властью Моего имени вы учите. Вы делаете учеников. Вы делаете так, чтобы они могли представлять Меня. Исцеляйте больных. Изгоняйте дьяволов. Говорите на иных языках. Идите по всему миру с Моей властью, и вы сразите врага, и вы освободите из пленных, вы видите на свободу. Это то, о чем Он говорил. И вот еще одна часть. Власть. Что вообще означает власть? Я не знаю, как здесь работает система, поэтому я попытаюсь объяснить это по-своему. Но в Америке, в США, у нас есть дилеры по автомобилям. Точно, у вас тоже такие есть, да, дилеры? И вот вы подходите к этому автомобильному дилеру, то есть этот дилер, он не будет подходить к вам, но сам продавец подходит к вам. Возможно, он не владелец, но он просто продавец. И он скажет, что я могу сегодня продать? И он говорит, вы говорите, я хочу, чтобы эта машина, я хочу эту машину, но я не хочу столько платить. Я хочу заплатить на 25% меньше. Но он посмотрит на вас и скажет, я эту сделку не смогу осуществить, потому что у меня нет такой власти. Позвольте мне пойти поговорить с моим боссом. И тогда он пойдет туда, в комнату, и несколько минут с ним переговорит, и снова вернется. И если его босс скажет ему, что он может договариваться об этой сделке, то теперь у него есть власть на то, чтобы осуществить эту сделку. Но, если он отходит, и он говорит, что можно заплатить меньше за нее, то он скажет, у меня нет на это такой власти. Позволь мне пойти просто спросить разрешение. Что же означает власть? Это означает пойти спросить разрешение. Когда у вас есть власть, что-то сделать, кто-то дал вам это предразрешение, чтобы сделать это. Если вы бы пришли туда и сказали, я бы хотел на 25% меньше заплатить за эту машину, то этот продавец скажет, хорошо, да, я могу осуществить эту сделку. Как он знает? Потому что его босс он разрешил ему, чтобы он сделал эту сделку до того, как я даже приехал туда. он имел предразрешение, которое дало ему эту власть. И власть — это и есть это как бы предварительное разрешение. Иисус сказал, всякая власть, всякое это разрешение, у меня это есть предварительное разрешение. Оно было дано мне для того, чтобы осуществлять эту сделку. Идите по всему миру, исцеляйте больных, поднимайте, воскрешайте мертвых, изгоняйте дьяволов, делайте учеников, проповедуйте Евангелие во имя Моё. И вы идите, делайте сделку для меня, потому что я уже получил разрешение это делать. Вот то, что он сказал. Луки 10, 19. Вот. Итак, я даю вам власть, это предварительное разрешение, чтобы наступать на змей и скорпионов и на всякую вражескую силу. Да, правильно? Он дал ему это предварительное разрешение. Они не шли и не искали больного человека и не говорили, ой, подожди здесь, быстренько побежали к Иисусу. Ой, Иисус, я нашел больного человека. Можно я его исцелить? Да, пожалуйста, я исцелю. И потом они обратно возвращаются к этому больному человеку. Но Иисус сказал, это вы уже имеете. Он это не сказал. Он дал им это разрешение. Они пошли, они изгоняли дьяволов, они исцеляли больных, и они не молились, они не спрашивали Иисуса, кого им исцелять. Они просто исцеляли. Почему? Потому что Он дал им это предварительное разрешение. И потом в конце Он дал им все разрешение. Я имею это разрешение, чтобы делать это все, чтобы делать эти великие дела, чтобы создавать учеников, чтобы говорить на иных языках, чтобы возлагать руки на больных, и они будут здоровы. И теперь я вам даю это предварительное разрешение. Все, что вам нужно делать, это использовать это разрешение, и делать это имя мое. Использовать мое имя. Потому что мое имя оно превознесено над всяким другим именем, и поэтому я имею всякую власть. Ведь Иисус это имеет, правда? Потому что то, что Он имеет, вы имеете. Аминь? Мы сонаследники. Итак, внимательно послушайте. Люди, которые верят и делают, это те, они и есть явленными, проявленными сыновьями Божьими. Другие могут просто быть сыновьями, но они еще не явленные, не проявленные сыновья. Потому что они не проявляют себя, как сыновья. И до этих пор они просто выглядят, как слуги. Господь, кого мне исцелить? Господь, покажи мне. Поведи меня к человеку. Покажи какого человека. Но это не то, что Иисус сказал. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие каждому творению. И что такое Евангелие? Иисус показал нам через Иисуса Его кровь для спасения наших грехов, Его ломимое тело и раны на Его теле для исцеления наших болезней и немощей. И не забывайте, что все эти преимущества и Он прощает все наши беззакония, тот, кто исцеляет все болезни. И это наше преимущество. Это то, что и есть спасение. И Он сказал, проповедуйте Евангелие. Это и есть Евангелие. Иисус Его, Он был убит за ваши грехи. Его избивали, чтобы Его ранами вы были исцелены. Он был погребен, чтобы вы могли быть погребены. Он был воскрешен, чтобы вы могли быть воскрешены. Он сел одесную своего Отца, и мы посажены вместе с Ним. Все, что Он сделал, Он сделал это для нас. И это и есть Евангелие. Это то, о чем мы должны проповедовать. Каждому человеку и каждому народу. И когда мы это говорим, они говорят, о, я хочу исцелиться. И вы можете сказать, у меня есть прекрасная новость. Мой босс дал уже мне это разрешение, чтобы заключить эту сделку с тобой. Быть свободен во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы хорошо. Бог благословит вас. Субтитры сделал DimaTorzok